Геймс Блендер Геймс Блендер Геймс Блендер Но старые традиции остаются. Так вернутся хорошо знакомые паразиты The Flood. Это специальный режим Halo 4, в котором вам придется искоренять гадов, зная, что двое из десяти человек заражены. Все это дополняет и без того длинный список развлечений в игре. Информации в Halo 4 не меньше, чем игровых режимов. Об этом заявляет директор по развитию Фрэнко Коннор, упоминая терминалы, в которых хранятся тайны игровой вселенной. Сюжет, по его словам, будет доступен для каждого. Не нужно знания предыдущих частей, чтобы понять происходящее в четвертой. А все то, что знать нужно, включено в игру. Самым ярым фанатам придется немного покопаться во внутриигровых архивах, чтобы обнаружить нечто шокирующее. Такой подход делает игру более доступной для масс, но сохраняет таинственность для преданных поклонников. Если Halo 4 совершенно точно получит продолжение в виде пятой, шестой и седьмой частей, то Assassin's Creed 3 не спешит раскрывать все карты. История Дезмонда наконец закончится, но не в одночасье. С текущей историей будет покончено, однако не стоит забывать о том, что разработчики всегда оставляют для себя нити, которым можно привязать новые сюжеты. Сценарист игры заявляет, что в игре уже достаточно деталей, которые можно развивать. При этом фанаты абсолютно точно получат ответы на вопросы, которые мучают их уже несколько игр подряд. Никаких безумных клиффингеров не будет, обещает нам автор сценария. Что ж, пока нам придется поверить на слово и довольствоваться новыми трейлерами Assassin's Creed 3. Кстати, Kingdom Hearts HD 1.5 Remix обзавелся своим первым трейлером. Сборник включает в себя переработанные версии Kingdom Hearts Final Mix, Chain of Memories и кат-сцены из 358-2 Days. Выйдет игра в 2013 году, эксклюзивно для PlayStation 3 и лишь на территории Японии. Зато эксклюзивности лишается другой проект, изначально обитавший лишь на просторах Xbox Live Arcade. Deadlight спешит на персональные компьютеры. Разработчик в лице студии Tequila Works рассказал об этом в своем твиттере, не поделившись, впрочем, никакой дополнительной информацией. Известно лишь, что игра появится в Steam до конца октября. Так что скучно в Хэллоуин вам не будет. В начале ноября на прилавках появится Need for Speed Must Wanted. Игру можно будет приобрести на PlayStation 3, Xbox 360 или ПК. Последний выбор тех, кто ценит хорошую графику. Дело в том, что проект будет отлично работать на DirectX 11. Criterion Games заявляет, что производительность игры увеличена в три раза по сравнению с девятой версией DirectX. Разработчик хвастается улучшенной картинкой, высоким разрешением текстур, детализацией теней, сложным динамическим освещением и всем тем, чем принято хвастаться в таких случаях. Linux лишен проблематики версий DirectX, но является не самой популярной игровой платформой. Steam спешит это исправить. Уже на этой неделе внутренние бета-тестеры смогут попробовать сервис на непопулярной у геймеров операционной системе. А в конце октября одна тысяча счастливчиков примет участие в закрытом тестировании. Испытания будут проводиться с Ubuntu 12.04 и выше, при этом будет доступна одна игра, название которой не раскрывается. В любом случае, это станет новой вехой в истории Linux. Windows уже давно знакома со Steam. При этом грядущая операционная система намеревается повоевать за рынок цифровой дистрибуции. Windows 8 обладает собственным магазином приложений, и в связи с этим недовольство заинтересованных сторон растет. На этот раз Microsoft обратилась к Маркусу Персону, создателю Minecraft, за сертификации его игры. Он отказал им с формулировкой, что лучше бы игра и вовсе не работала на Windows 8, чем он будет каждый день делать новую версию. Таким образом, он пытается убедить игроков не переходить на закрытую операционную систему, да и вообще протестует против сертификации, введенной начиная с Windows XP. В один день были объявлены сразу два содержащих в себе трилогии издания отличных игр. Mass Effect в составе трех частей появится на прилавках магазинов 6 ноября, с ценником в 60 долларов. Но это касается лишь Xbox 360 и PC. Обладателям PlayStation 3 придется подождать. Однако это не беда, ведь на японскую консоль первая часть приключений Шепарда приходит впервые, а это многого стоит. К тому же компенсируется такая несправедливость эксклюзивной для PlayStation 3 трилогии Assassin's Creed. Все приключения Ezio, а это Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelations появятся в продаже 14 ноября за 40 долларов. Похоже, что у франшизы складываются теплые отношения с приставкой от Sony. Вспомните хотя бы эксклюзивные миссии для третьей части. Пришло время снова порадовать обладателей персональных компьютеров. Объявлены системные требования Far Cry 3, и они весьма демократичны. Если у вас DirectX 9, 512 МБ видео и 4 ГБ оперативной памяти, смело можете рассчитывать на то, что поиграете с приемлемым показателем частоты кадров. А если собираетесь опробовать DirectX 11, обзаведитесь ГБ видео и 8 ГБ оперативной памяти. В целом список поддерживаемых железок приемлем и не требует колоссальных затрат на обновление конфигурации. Начиная с Call of Duty World at War, в играх Treyarch присутствует зомби-режим. Black Ops 2 на подходе, и всех интересует вопрос, какой будет очередная встреча с ходячими мертвецами. Главное, появится режим на 8 игроков, и все это в открытом мире, так что скучать не придется. Разработчики очень гордятся этим режимом и не хотят раскрывать всех карт сразу. Однако, они с радостью сообщают, что PlayStation 3 версия Call of Duty Black Ops 2 получит возможность устанавливать текстуры на жесткий диск. Процедура не обязательная, но весьма полезная для Blu-ray привода. Диск и лазер меньше подвергаются износу, а сама консоль работает тише. Своеобразный мобильный Call of Duty Modern Combat обзаведется продолжением. Четвертая часть носит подзаголовок Fallen Nation и будет являться прямым продолжением третьей игры. Проект разрабатывается для Android и iOS, а дате релиза ничего неизвестно. Напоследок, не очень радостная новость. Если вы собрались покупать Wii U, подумайте еще раз. Консоль будет иметь региональные ограничения. Так, если консоль куплена в Северной Америке, игры на нее должны быть родом оттуда же. Это же касается и Европы. Со стороны Nintendo это явный шаг назад, ведь Sony и Microsoft от подобной практики отказались, оставив право на региональные ограничения издателям. Пришло время узнать, как провести досуг. В этом вам поможет календарь GamesBlender. 2 октября обладатели Xbox 360 и PlayStation 3 смогут приобрести Resident Evil 6. Продолжение легендарного хоррора расскажет новую историю уже знакомых персонажей, в числе которых Леон Кеннеди и Крис Редфилд. В этот же день, 2 октября, выйдет PC-эксклюзив War of the Roses. Шведская экшен-РПГ расскажет историю гражданской войны в Англии 15 века. 7 октября выйдут Pokemon Black Version 2 и Pokemon White Version 2. Продолжение пятого поколения игр про покемонов. Они поведают, что же было после Pokemon Black and Pokemon White. Проекты выйдут только на Nintendo DS. Такой вот интересный дуэт. И на этом все. Но уже через неделю GamesBlender снова расскажет все самые интересные новости игрового мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ваши ноги не уйдет! Я тебя заставил! Край! Лацен-чжо-таленган! Вау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok